Новое видео выходит каждый день в 20.00. Около 7 месяцев назад у меня на канале вышел ролик под названием «Кто забанен у меня на канале?». В данном ролике я рассказывал вам о том, кто же забанен у меня на канале. И как оказалось, забаненных людей на моем канале нету вообще. Потому что лично я считаю, что баны, они ни к чему хорошему не приводят. И в принципе это бессмысленно. Но давайте в данном ролике я немножечко детальнее раскрою данную тему. И расскажу вам, почему же банить это значит сдаться. Давайте уже все-таки начнем и я расскажу вам об этом. Так вот, ну вот представим такую типичную жизненную ситуацию. Выкладываете в ролик какой-то там на канал, да? Где выражаете свое объективное, неподкупное и авторитетное мнение GTA. Ну ладно, в общем я думаю, что вы меня поняли. И вам в комментарии пишут какую-то либо критику, либо хейт. Это не имеет особого значения. И вы таки баните человека. И что вы этим добились? Мне вот этого непонятно. Ну да, вы забанили человека. А значит вы уже сознательно сознались в том... Бля, какая же охуенная тавтология. В том, что человек либо сказал правду, либо смог вас как-то довести, либо что-то из этого формата. И в будущем он будет знать, что вот такими вот комментариями можно будет вас вывести, так сказать, на какие-либо эмоции. И в целом, то есть, ну вы его забанили. Да, вам это не стоило ничего. Но и ему не стоит ничего создать новый аккаунт там на ютубе. Да, на ютубе там я просто немножечко спутал. То есть, аккаунт гугл это же аккаунт в принципе от всех сервисов гугл. Ладно, я думаю, что это не особо важно. И он уже будет знать, что вот такими какими-то комментариями там, будь то критическими, либо просто хейтом, можно вас довести и будет этим пользоваться. Да, возможно, закажет накрутку там на каком-либо сайте. И что вы будете делать после этого? И вы перебаните всех, а какой в этом смысл, если, ну, он опять закажет накрутку, либо создаст еще один аккаунт. И таким образом вы показали данному человеку, хейтеру, либо нормальному критическому человеку, что вы, ну, сдались, что вам вот такие вот комментарии нелицеприятно читать. А что было бы, если бы вы никого не банили и просто, ну, прочитали, либо, ну, прочитали там, не прочитали, прочитали и не обратили внимания, прочитали и ответили ему. Не было бы абсолютно ничего, он бы такой типа, мгм, ну ладно, ну, хорошо. И какой в этом смысл, мне вот просто непонятно. То есть, другой, другой пример. Вот, ведете вы, допустим, стрим там на каком-нибудь ютубе, ху, блядь, ютуб стримы, хуета. Ладно, ведете вы стрим на каком-нибудь твиче, кстати, я тоже регулярно веду стримы на твиче, поэтому, если что, то фоловься на мой твиче канал. Там, кстати, есть еще смайлики прикольные за платную подписку, но она стоит, разумеется, достаточно дорого. Поэтому, если что, то, ну, вы понимаете, да, там, ну, я думаю, что мы друг друга поняли. Мы там обсуждаем самперов, смотрим разнообразные видосики и иногда играем в какие-нибудь интересные и не очень игры. Поэтому, если что, то ссылочка на мой твиче будет находиться в описании под данным видеороликом. Можете там зайти, зафоловиться и ждать начала прямой трансляции на моем твич-канале. Ну, так вот, представим такую ситуацию, что вот вы, допустим, ведете свой стрим и к вам в чат заходят и начинают пиариться. Типа, ну и что? Забаньте вы его, он создает еще один канал, будет также продолжать пиариться. В чем тогда смысл? Я не понимаю. Проще просто не обращать внимания, он немного пофлудит и уйдет, и все. И даже если он будет просто флудить одним и тем же сообщением, во-первых, его просто система не позволит флудить одним и тем же сообщением. Во-вторых, ну это просто бессмысленно, как лично мне кажется. Ну, ну действительно, ну как бы, что вы от этого добьетесь, вот тем, что забаните его? Можете зайти на его канал тоже попиариться. Ну в чем проблема? Я просто вот этого вот не понимаю. Ведь бан это же абсолютно бессмысленно. Создать новый аккаунт не стоит ничего. Но вот ваши эмоции, они стоят многого. И вот как раз таки своими какими-то банами и, блять, просто удалениями комментариев, вы как раз таки и влияете на это. И мнение о вас создается соответствующее. И в целом, я бы абсолютно никому не советовал ни банить, ни удалять комментарии, потому что это все равно статистика. И статистика для вас. Статистика на тупых каких-то обмутках, которые решили вот вас захейтить. То есть, ну, я вот просто вот этого вот не понимаю. В чате на Твиче даже есть статистика, то есть сообщение. И она там, соответственно, ни на что не влияет, но просто как статистика это тоже неплохо. На Ютубе комментарии это вообще золото. То есть, чем больше у вас комментариев, тем лучше видос продвигается. Это в целом, то есть, комментарии это самый эффективный коэффициент вовлеченности. Вот есть такой коэффициент вовлеченности, как лайки, дизлайки и все. А есть комментарии. Это самый эффективный коэффициент вовлеченности. И именно по коэффициенту вовлеченности Ютуб определяет, стоит ли продвигать этот видос или не стоит. Поэтому, если что, то напишите в комментарии под данным видеороликом какое-нибудь слово. Либо просто скопируйте название, которое я написал уже в комментариях. И также вставьте его в комментарии. Ну, как вы делали это под прошлыми видеороликами. Ну, почему бы и нет. Да, это ж так весело, прикольно. Ох, пиздец, как весело будет. В общем, ладно. Я думаю, что вы из данного практически 6-минутного или уже 6-минутного ролика поняли, почему банить это равно сдаться. И почему так делать абсолютно никогда не стоит. В общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok